В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Катерина Филиппова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. В то время, как в мэрии отчитывались про якобы очищенные ливневые коллекторы, улицы города в результате непогоды затопило, а на самом деле забитые сливы превратились в грязные фонтаны. На пляже Лагуна началось капитальное строительство. Городская власть, полиция и другие государственные органы позволяют отбирать берег у одесситов. Окружной административный суд во второй раз разрешил строительство высотных домов на месте детского сада по проспекту Академика Глушко. Одесситов приглашают на бесплатную вакцинацию от коронавируса 21 июня. Обещают качественную вакцину и отсутствие очередей. По информации Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 16 одесситов. По данным на 18 июня на лечении в городской клинической инфекционной больнице находится 59 пациентов с COVID-19. Из них 37 человек в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии 22 пациента, из них 2 человека подключены к аппаратам ИВЛ. За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 7 человек с подозрением на коронавирус. Зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребенка. Мальчик находится на амбулаторном лечении. 17 июня в Одессе следствие дождя затопило две улицы – Химическую и Приморскую. Коммунальщикам пришлось откачивать воду, так как коллекторы не справляются с большим объемом жидкости. В Горсовете сообщают, что на проблемных участках работали оперативные бригады дорожников, которые расчищали дождеприемники и откачивали воду. Однако непонятно, почему нельзя было почистить ливневую канализацию заблаговременно. О том, что на Одессе надвигается циклон, знал каждый. Можно же было подготовиться к погодным условиям и тем самым облегчить жизнь и себе, и горожанам. Судя по сторис, в соцсетях подтопило в городе не две улицы. Вот еще, например, улица Балковская, а это генерала Петрова, и другие превратились в реки или же озера. И есть даже с фонтаном. Из-за подтопления сократили движение троллейбуса номер 8. Каждый год во время курортного сезона частный бизнес под подкровительством городской власти отбирает у одесситов новые участки на берегу моря. Капитальное строительство недавно началось и на пляже Лагуна. Участок у самой громки воды забрали под какой-то коммерческий объект. Судя по металлическому каркасу, на залитых цементов опорах сооружение будет капитальным. И неизвестно, останется ли для отдыхающих проход вдоль моря. Заявление по этому поводу поступило в полицию. Реакции пока нет. Ситуацию зафиксировал председатель общественной организации «Зеленый лист» Владислав Болинский. «Была срублена полностью скала, проход прорублен. Забиты подходы сюда, на эту часть, видите, вот забиты камнем полностью. Странная инспекция ничего не заметила, хотя выходила. Вот отвал, здесь работала техника, да, видите, здесь тропинка была. Вот эту часть тропинки забили и сделали ее недоступной. Вот эту часть тропинки, проход между скалами тоже забили. И уже сейчас вот сооружаются настилы, идут работы по сооружению каких-то объектов. Сооружен уже вот такой мостик». Почти весь песчаный пляж заставили топчанами. Большая их часть даже в разгар сезона пустует и зря занимает место. В апреле арендатор ночью напополам разрубил природную скалу, нарушив, естественно, вид побережья. По представлению бизнесмена такие работы называются благоустройством. «Люди начали беспокоиться, начали писать в различные инстанции. Также были даны запросы и заявления в экологическую инспекцию. Мы несколько раз видели, как приезжали инспектора. Но работы, несмотря на это, продолжались. Каких-то официальных документов от экологической инспекции мы не увидели. Также в этот же промежуток времени были уничтожены сотни деревьев. Внизу на склонах санатория Чкаловска, где, если кто-то помнит, когда-то был лифт. На данный момент работы на пляже продолжаются». Городская территория, собственность громады, на деле перешла в частные руки. Перешла не сама. Взять любой участок, а тем более на берегу моря, возможно только с разрешения власти. Чиновники и депутаты раздают город. Спуск к одному из самых популярных пляжей города ужасающий. Дорожное покрытие разбито, да еще и заставлено припаркованными авто. Вот это набережная 16-й станции Фонтана, Золотой берег. Новая красивая отреставрированная аллея, по которой приятно ходить в любое время года. А вот дороги, по которым горожане и гости города идут к набережной. То есть, чтобы добраться к морю, нужно пробираться сквозь припаркованное авто по разбитому тротуарному полотну с огромными ямами. Местами и вовсе по болоту. Какой контраст, не правда ли? Набережную сделали, а про проход к ней забыли. Со стороны это выглядит так. Лицо умыли, а зубы почистить забыли. Но, уважаемые чиновники, помните, каким бы чистым ни было лицо, неприятный запах изо рта учуют каждый. Не красиво, не привлекательно и всегда тут очень много машин. Это еще мало, потому что рабочий день, как бы, а выходной тут вообще очень много. И очень сложно идти, вот особенно с детьми, когда идешь. Машины едут, это очень неудобно. Ужасно, мы все время ходим и возмущаемся этим. Много лет это длится, ничего не меняется. Вот только вот там вот, возле этих знаменитых ресторанов все делается. Здесь, конечно, летом очень много машин, мы не можем пройти. Сколько здесь отдыхающих, это же, ну, как лицо нашего города. Такие шикарные пляжи сделали, а мелочь такую не могут делать. Мы приехали отдыхать, ну, хотелось бы, чтобы все красиво было. Хотелось бы пращу, конечно. Отдыхающие бы, а то гроши платят. Какие скошки можно выделять на поле общения в проходу и проезду. Отметим, Одесса – туристический город, и основное преимущество – это море. Благодаря нему множество туристов выбирают именно нашу жемчужину. Туризм приносит немалые деньги в городской бюджет. Отдых в Одессе не из дешевых и, к сожалению, не высшего уровня. За те же деньги, которые туристы оставляют в Южной Пальмире, можно отдохнуть на популярных международных курортах, к примеру, Турции или Египта. И в гораздо лучших условиях. Может, местной власти пора принимать меры и начинать улучшать наш город уже сегодня, пока все туристы от нас не сбежали? Черное море зацвело. Оливковый прилив – результат обильных осадков и, как следствие, террегенного стока и высокой температуры воды – плюс 19 градусов. Чрезмерная активность одноклеточных вызвана отсутствием какой-либо фильтрации прибрежных зон Одессы, а также высокой температурой воды и сильными осадками. На сей раз море заполонила солоновато-водная цианобактерия афонизоменон флос акве. Микроводоросль потенциально токсична носитель нейротоксинов, то есть ядов. Ранее цветение афлос акве наблюдали в мае 2015 года. Тогда вид развивался в массе вместе с другой цианобактерией – нодулария спумигена. О происхождении и последствиях цветения рассказала Галина Теренько, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института биологии Южных морей имени Александра Ковалевского, НанУкраины. «С момента зеленого прилива 2019-го прошло два года, и наши просьбы о покупке оборудования для обнаружения токсина в пробах морской воды так и не были услышаны и поддержаны ни одним руководителем ни одного подразделения. А зря мы готовы трудиться на благо нашего города», – говорит биолог. Поэтому одесситам придется просто воздержаться от купания в море без научного подтверждения его небезопасности. Одесская правосудие снова стала на сторону строительного бизнеса. Несмотря на протесты местных жителей и запоздалый запрет городского ГАСКО, Одесский окружной административный суд снова разрешил строительство высотных домов на месте детского сада по проспекту Глушко. Одесский окружной административный суд во второй раз стал на защиту интересов того же застройщика. По его решению, частная компания «Мода» получила право построить на месте снесенного здания детского сада четырехсекционный жилой комплекс с торгово-офисными помещениями и двухуровневым подземным паркингом на 345 машин. Проект появился в 2017 году. Через два года руины заброшенного здания снесли. На стройплощадке спилили больше 30 деревьев. По проекту в жилом комплексе будет две секции на 16 этажей и еще две на 24. Жители ближайших домов требуют восстановить и так необходимый в районе детский сад. Они неоднократно пытались остановить стройку. Территорию отдали в частные руки на 49 лет в аренду под обслуживание административных зданий, а также благоустройство прилегающей территории. Однако ГАСК выдал разрешительные документы на строительство многоэтажного жилого дома. 16-24 этажа и 4 секции. Это приблизительно 600 квартир. Дети этих жильцов уходят в детский сад, будут ходить, по-моему, школу будут посещать. В нашем микрорайоне один действующий детский сад. 260-й, в который сейчас попасть невозможно. Дети стоят в электронных очередях. Более 300 человек. Ну и группы переполнены. Вместо 15-20 всего численная списочность 50 человек. По многочисленным обращениям местных жителей, мэрия провела проверку документов застройщика. Обнаружили нарушения требований градостроительной документации, допущенные в проекте. Среди них – занижение класса последствий или ответственности объекта. Результаты проверки зафиксированы соответствующим актом. В сентябре 2019 года муниципальное управление инспекции государственного архитектурно-строительного контроля аннулировало разрешение на строительство. Застройщик выиграл процессы в двух местных инстанциях административного суда. В феврале нынешнего года Верховный суд отменил оба решения и направил дело на повторное рассмотрение в Одесский окружной административный суд. И вот местное правосудие, несмотря на сомнения Верховного суда, свое решение повторяет. Вместо детского сада разрешает строить высотки. Интересны частного застройщика превыше всего. Мэрия, если хочет, может судиться и дальше. У жителей тоже есть право подать исковое заявление. Вопрос в том, кто и как будет судить. Сделать бесплатную прививку от коронавируса качественной вакциной и без очередей приглашает городской департамент здравоохранения. Вместе с тем врачи предупреждают о возможных отрицательных реакциях на вакцинирование. Городской департамент здравоохранения продолжает практиковать вакцинацию выходного дня. Очередная такая акция состоится в понедельник 21 июня. Следующий день после христианского праздника Святой Троицы будет выходным. Центры будут работать с 9 утра до 18.00. Вакцинация будет проводиться вакциной Коронавак, одобренной Всемирной организацией здравоохранения. Центры массовой вакцинации расположены будут в торговом центре Мегадом, в торговом центре Сельний Фонтанский, торговый центр Семья и в школе номер 1 на Михайловской площади. Нужно взять паспорт, идентификационный код и мобильный телефон. Чтобы не создавать очередей, в пунктах вакцинации предусмотрена предварительная запись. Первый способ, каким может воспользоваться житель нашего города, это запись через мобильное приложение и зарегистрироваться в ДНИИ. Второй способ, это обратиться к своему семейному врачу или позвонить в колл-центры или в регистратуры центров первичной медико-санитарной помощи. Также можно будет обратиться, позвонив в колл-центр нашей неотложной помощи города Одессы по короткому номеру 1550. У некоторой части вакцинированных возможны побочные отрицательные реакции на вакцину. Как утверждают медики, это допустимо. В месте ведения инъекции может быть немножечко покраснение, местная реакция, может быть зуд, может немножечко подпекать, но это все нормально. Может быть повышение температуры. Это тоже абсолютно нормальная реакция, так как иммунитет начинает бороться на ведение чужеродного агента. Поэтому это тоже абсолютно нормальная реакция. Может быть слабость. Вакцинироваться можно и по другим дням в своей поликлинике, где у вас заключен договор с семейным врачом. В Черноморском районе национального природного парка Тузловские лиманы внезапно появились дельфины. От пейзажа с их участием нельзя было оторвать взгляд, говорит эколог, доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев. Тут только что попрощались полиции, которая мешала восстановить водообмен между Черным морем и лиманами. И вот наши братья-дельфины подошли к берегу и начали фотосессию. Животные были спокойны, как у себя дома, и что-то постоянно искали на дне, подрывая песок. Наслаждались дарами моря и не пугались человеческого присутствия вблизи 10 метров. Дельфины охотились, ловили рыбу. Эти умные животные – дельфины вида афалина. В 60-х годах 20 века в Черном море было несколько миллионов дельфинов, а за 50 лет их численность сократилась до 10 тысяч. Количество этих уникальных животных сегодня напрямую зависит только от людей. Есть ряд причин сокращения трех видов черноморских дельфинов. Все они уже нашли место в Красной книге Украины. Но главное – наличие браконьерских сетей в море. Вот почему их количество катастрофически упало. Можно представить, что в северо-западной части Черного моря длина браконьерских сетей на Калканской камбале достигает, по инсайдерской информации, до 3000 километров. Именно они убивают дельфинов. Двое котят сбежали от хозяина и забрались на чердак пятиэтажки. Там хвостатые пушистики застряли между деревянными досками и не могли самостоятельно выбраться. Спасать непосед приехали спасатели. Они подняли доски, достали котят и передали счастливому владельцу. Наш выпуск новостей подошел к концу. Дали информацию о синоптиках, о погоде. А я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.ua. Если вы стали исследователями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важным и интересным сообщайте в редакцию по номеру телефона 340076. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова